В Бурятии около 700 семей признаны находящимися в социально опасном положении. Поэтому мы продолжаем проект «Семейный контролер». С вами Сержанна Мордогеева и в новом сезоне вы увидите еще больше проверок и реальных жизненных историй. Начинаем! Ну, я понимаю, что и доработки, и ремонт делаю постепенно. Переехала или сбежала от социальных служб? Действительно ли многодетная мама бросает своих детей? Вот эта бутылка пьевого мусорки, она же ваша. Ну, это мы вот когда говорим, давно уже пьем. Сохранили на память? Тяжелый ребенок – не повод для отказа. Согласится ли женщина на лечение? Я могу так не пить. Так и не пейте. Что? Не получается с работы так. Что мешает мужчине отказаться от спиртного? И сколько из-за этого теряет его семья? Итак, по традиции начинаем с новых сигналов. Мы приехали в Заигравский район. Нам сказали, что сюда недавно переехала многодетная семья. Якобы дети дошкольного и младшего школьного возраста часто остаются дома одни и не доедают. Что ж, проверим. Здравствуйте. Отдел опеки. Сад защиты. Хорошо. Можно пройти? Да. На вид двор выглядит запущенным. Уборки здесь как будто не бывало. Но, со слов хозяйки, это наоборот. Уже улучшенная версия. То же самое касается и внутреннего убранства. Говорит, всему виной переезд. Ну, я понимаю, что и доработки, и ремонт делаю постепенно. У меня дома еще грязно, потому что убираюсь только вот. Детей пятеро от полутора до девяти лет. Воспитывает женщина их одна. Несмотря на это, одних старается не оставлять. Живет на пособие и подработки. А насчет жалоб, говорит, уже привыкла. Мне приходили проверки, потому что я не уживаюсь с соседкой. Ну, она женщина выпивает. Я как раз-таки против алкоголя. Я детей приучаю к работе. Труду. Свой огород есть свой огород. Помогать мне элементарно складывать дрова – это не противозаконно. А она считает, что это неправильно. И, быть может, жалобы действительно беспочвенные. Ведь маму мы застали дома, продуктов тоже хватает. Но, оказалось, социальные работники все же давно знают эту семью. Еще до переезда они стояли на внутреннем контроле местного поселения. Они переехали летом сюда. Это семья с Санкт-Солнечной. Мы в Солнечном к ним ездили. А, тоже. Они когда сюда переехали, мы вообще частые кусты стали. Сначала она на контакт не шла, сама мама. Потом помаленьку, помаленьку. Нам почти год понадобился, чтобы с ней установить контакт. В целом, трудной ситуацию в этой семье не назовешь. Хотя помощь не помешала бы. Очевидно, что детского пособия не хватит ни на ремонт, ни даже на мебель. Здесь они у меня занимаются, потому что они все в разное время учатся. Им как бы вот-то. Стол один, школьников трое. Ну, как бы пока один на улице стоит. Но тот, что на улице, сложно назвать безопасным. Так что надеемся, что может после программы найдутся желающие помочь этой большой, но гордой семье. Еще один сигнал поступил уже из города. Нам сказали, женщина недавно родила, ребенок перенес тяжелую операцию. Но, несмотря на это, мама продолжает выпивать. По этому адресу мы приезжали уже не раз. Но до этого застать дома никого не удавалось. Говорили, что здесь живет пятилетний ребенок с постоянно пьющей мамой. Оказалось, пока мы ездили, женщина родила второго. И у малыша проблемы со здоровьем. Лежала в Новосибирске она три месяца. Я лежала. Недоношенная? Недоношенная. Во сколько вы родили? Недель. Семь месяцев. Ему сейчас пять. Раньше гуляла она, да? Но она выпивала, все родила. Она там три месяца, считай, пробыла в больнице. Все нормально. Со слов бабушки, грехи за дочкой действительно водились. Но сейчас это якобы в прошлом. У них все хорошо, а жалобы беспочвены. Вот только так ли это? А вот это вот кто пил? Где? Пиво в бутылку лежит. А, это заходил мой зять. Это старший зять. Он заходил. Я ее не выбросила. В общем, она беременность пила. Беременность выпивала пиво. Но выпивала тогда, когда я была на работе. Я не разрешала. Провоцировала, да? Но как бы ни старалась бабушка выгораживать свою дочь, получилось неубедительно. Молодая мама сама призналась, что это улика. И ее рук дело. Вот эта бутылка пила в мусорке. Она же ваша. Ну, это мы вот когда были. Давно уже пили. И сохранили на память? Да. В итоге женщину в очередной раз предупредили о последствиях. И предложили пройти бесплатное лечение от алкогольной зависимости по программе с чистого листа. Сдалась и бабушка. Оказывается, она давно мечтает вылечить дочь. Мы хотим съездить до ЦАН попробовать. Эти иголочки? Но проблемы-то у нее есть. Есть. Но я сейчас дома, я слежу. Надеемся, что так или иначе женщину получится вернуть на трезвую дорожку. Ну а пока оставляем на учете. Ну и куда же без повторных сигналов. К примеру, следующую семью мы знаем уже несколько лет. Именно после нашего выезда их впервые поставили на учет. Затем сняли в связи с улучшением. В прошлом году опять поставили. И вот снова жалоба. Эта семья в свое время прославилась скандалами. Под одной крышей не могли мирно ужиться свекровь и невестка. Ругались между собой и супруги. И, конечно, в основном на фоне алкоголя. Жаловались и на то, что мама четверых детей стабильно уходила из дома. В какой-то момент и вовсе уехала в другой город. Но сейчас вернулась. Вместе с ней, очевидно, вернулись и проблемы. Мы ничего плохого-то и не делаем. У них все есть. Покушат, у них все есть. Я им все покупаю. У нас просто бабушка любит своего сына. Мы каждый день скандалим. У нас каждый день скандал. Вы сами считаете, что это нормально? Это не нормально, но это не обязательно пить. Дождали меня сегодня. Они сказали, не лезьте в нашу жизнь. Вот и все. Но, так скажем, не лазить не получается. Ведь проблемы действительно есть. И ругань – это лишь часть айсберга. Главное – алкоголь. Постоянно пьете, скандалите. Все это на глазах у маленьких детей. Вот буквально сегодня с утра уже успели выпить. Сегодня сколько с утра выпили? Честно говорите? Вот так вот, 100 грамм. Может, у нас зубы болят? Видимо, по этой же причине мужчина почти год якобы не может официально устроиться на работу или хотя бы встать на учет в центре занятости. А из-за этого семья не получает детские пособия. Доход воршивая. Папа официально не работает. Я работаю неофициально. Сколько у вас несовершеннолетних на сегодняшний день? Четверо. Вот на каждого детские сколько денег вы теряете? Ну, это в чем проблема-то? Я работаю. Не ваши деньги, вам что, лишние деньги или что? Почти сколько там на четверых-то? Почти 70 тысяч. 70 тысяч. Родителям в очередной раз также предложили пройти лечение и пригласили на прием, чтобы дать направление на трудоустройство. Я, допустим, не против, но я не считаю себя алкоголиком. А вы чего не идете лечиться? Я могу так не пить. Так и не пейте? Ну, что? Не получается с работы так. На работе заставляют пить, что ли? Да не заставляют. И вы скажите, когда вы придете? Если вы не придете, значит, и мы придем опять вас снимать. Если вы не придете, я к вам приду через две недели ровно опять. Посмотрим, сдержат ли слово наши подопечные. Пока оставляем на учете. И смотрите во второй части выпуска. Скажи, меня зовут Арина, скажи. Арина. Вот, молодой. Они научились этому не у своих родителей. Кому посвятили свои первые слова и шаги новые герои «Мамы найдись». В том числе это были выплаты замещающим семьям, семьям опекунов и приемным родителям. Какие выплаты увеличились в этом году и на сколько, расскажем в семейном бюджете. На войнушки детские, на электродрифт и на лошадей покататься. А ты катался когда-нибудь на лошадей? Никогда еще не катался? Как устроить праздник мечты? Запускаем новую рубрику «День именинника». Ну и, конечно, мы возобновляем рубрику «Мама найдись». Ну и в первом выпуске мы познакомим вас с очень большой и веселой компанией. Всем привет. Здравствуйте. Ну, давайте знакомиться. Давайте знакомиться. Вот так, да? Красоту мне наводишь? Скажи, меня зовут Арина, скажи. Арина. Вот, молодой. Иди, Мэргэн. Это наш Мэргэн. Это Мэргэн. Да. И маленькая Эржена. Получай музыку. Вот так. Музыка. Танцуешь? Арина, Мэргэн и Эржена поступили в центр всего около полугода назад. Но то, как они изменились за это короткое время, поражает даже бывалых воспитателей. Поступили очень малоэмоциональные. Не смотрели даже в глаза. Не проявляли интерес к игрушкам. Не шли на контакт со взрослым. Очень обеднённое было у них сенсорное восприятие. Эржена поступила, просто лежала, не сидела, даже не переворачивалась. Хотя ей было 9 месяцев на тот момент. Эржена, получается, сейчас год, да? Да. 27 января ей был годик. Но под опекой любящих нянечек и врачей малышка быстро догнала своих сверстников. И как будто готовилась к нашему приезду, Эржена сделала первые шаги. Стоп, стоп, стоп. Оп. Особый подарок приготовила и Арюна. Говорят, в день съёмок произнесла первые слова. Совсем не говорила. Вот при вас буквально первые слова я говорю, как бальзам на душу. Она уже у нас очень хорошая помощница. Неженка. Как все девочки любят наряжаться. Любуются на себя в зеркало. Да. Принцесса она у нас. Ну а Мерген – маленький защитник. Очень любит своих сестрёнок. Да и в целом стал более открытым и общительным. Если что-то надо, он жестовой речью всё объяснит. Обратится и объяснит. Мергыш, ещё раз поцелуй. Поцелуй. Молодец. Всё собрала. Молодец. А теперь иди поцелуй. Арюна. Как ты заботишься об Иржене. Сестрёнку поцелуй. Понежь её. Поцелуй. Молодец мой. Вот так ещё иди. Также Арюна и Мергыша уже умеют сами переодеваться, есть и умываться. Следят за своим видом и за Ирженой. Наверняка помнят и своих старших. У них есть ещё две сестры – Нарана и Одиса. Но по возрасту их распределили в другой центр. Встретиться с ними они смогут через какое-то время. Только если их заберут в одну семью. Родители ходили. Приходили вместе, мама с папой. Потом несколько раз отдельно отец приходил. И вот в последнее время всё потерялись. Найти теперь пытаются новых родителей. Задача непростая, ведь кровных братьев и сестёр разделять нельзя. Остаётся надеяться, что смелые добрые люди всё же отзовутся. Тем более, что все дети ещё маленькие. А это значит, у них большой потенциал. Они не помнят плохого и быстро учатся хорошему. По вопросам их устройства можно обратиться в региональный банк данных. Продолжим в этом сезоне и подсчитывать семейный бюджет. Вы можете задавать любые вопросы про пособия, выплаты и прочее. В этом выпуске расскажем в целом об индексации начислений в этом году. Размеры социальных выплат во многом зависят от прожиточного минимума. И так как он почти каждый год увеличивается, меняется и размер поддержки. Так в этом году перерасчёт произвели сразу на 9%. В том числе это были выплаты замещающим семьям, семьям опекунов и приёмным родителям на содержание подопечных детей. Было увеличено вознаграждение, которое причитается приёмному родителю. Доплаты к общему размеру вознаграждения приёмным родителям, но уже тем, кто воспитывает 5 и более приёмных детей. Также были проиндексированы выплаты участникам вооружённых конфликтов, ветеранам труда и другие категории. В общей сумме всего 16 выплат были проиндексированы. Также увеличился и региональный материнский капитал. Его дают при рождении третьего и последующих детей. Если раньше он составлял 65 тысяч рублей, сейчас 71 тысячу. В целом на индексацию социальных выплат Бурятии дополнительно выделили 54 миллиона рублей. Ситуации бывают разные. К примеру, есть такие родители, которые очень ответственно относятся к своим детям, заботятся о них и любят. Но, к сожалению, исполнять все их желания иногда не бывает возможности. Специально для них мы запускаем рубрику «День именинника», чтобы хотя бы раз в год помочь таким родителям исполнять детские мечты. Идейными вдохновителями рубрики стали наши друзья. Сообщество «Мамы могут 0.3». Они давно помогают малоимущим семьям, в том числе устраивают праздники для детей. Мы поздравляем ребятишек с их днём рождения, потому что у многих родителей нет возможности повезти ребёнка куда-нибудь. Грубо говоря, праздновать так, как они хотят. Поэтому мы пытаемся исполнить маленькую мечту, а пытаемся сделать ребёнка так, чтобы он побывал в том месте, где он ни разу не был. Ну а первыми героями телеверсии станут сразу трое ребятишек из одной семьи. Все они умудрились родиться в апреле. Кого как зовут? Сколько лет? Андрей. А сколько Андрей тебе лет? Девять. Сколько исполнилось? Скоро десять. А кем мечтаешь стать, когда вырастешь? Думала об этом? Ну, продавцам. Чтобы всё у тебя было? Угу. Меня зовут Толя, мне восемь лет, скоро исполнится девять. Сейчас я играю в футбол с друзьями и хочу стать футболистом. Что для этого нужно, чтобы стать футболистом? Физра и математика. Математика? Зачем в футболе? Чтобы деньги считать. Третья именинница Кристина, ей пять лет. И она хочет работать на скорой. Но это когда вырастет. Сейчас же мечты совсем о другом. Что бы вы хотели получить в подарок? Я хотела хорошую погоду. Я бы теплая пила. Значит, погода мне обещает. Она очень красивую прическу мечтает. А мама как-то не умеет делать красивые прически. Я хочу сходить на электродрифт, на детские войнушки и в деревню со зверями. А каких зверей ты бы хотела увидеть? Лошадь, быка, корову, тигра, льва. На войнушки детские, на электродрифт и на лошадей покататься. Ух ты, а ты катался когда-нибудь на лошадях? Никогда еще не катался? А они, правда, никогда зверей не видели? Не, мы в однографических ходили, вот там вот они видели. Но у них мечта именно о деревне. Такое вот посмотреть корову, как живут. У нас вот средняя у меня дочка ездила в Десятниково. Ей очень понравилось. Ей понравились коровы. А ей понравилось вообще вот это вот самое вот, сам быт интересный ей было. То ли вообще не понимают, почему люди из деревней переезжают в город. Казалось бы, мечты просты и понятны, но исполнить их для многодетной мамы сейчас непросто. Ведь кроме этих троих у нее еще трое детей, двое из которых студенты. С этой семьей мы познакомились в декабре 23-го года, когда нам соцзащита дала списки детей, которых необходимо поздравить с праздником. Они нам запали в душу. Они такие прикольные, со своим интересным суждением. Я, как поняла, работает только папа. Мама находится дома с детьми, потому что маленькая дочка сейчас без садика. У них там садик на ремонте. Условия видно, понятно, что они не такие, какие хотелось бы для детей. Если есть идеи или предложения о том, как можно исполнить мечту этих ребят, вступайте в ряды волшебников. Для этого пишите к нам в редакцию или напрямую в сообщество «Мамы могут». Первый день именинника планируем отметить 27 апреля. На этом завершаем выпуск и надеемся, что с помощью неравнодушных в нашей республике станет больше счастливых детей. Ну а если вы знаете семьи, которым нужна помощь или которую нужно проконтролировать, обращайтесь на горячую линию Министерства социальной защиты или к нам в редакцию. Наш номер прежний 606-729. Постараемся помочь.